Продолжение следует... ...вас посещали эти мысли. Что будет с этого ребенка? Вот родившийся, новый человек в мир, это целая вселенная, это большая загадка, это большая радость и большая опасность, потому что человек может развиваться до великих высот и деградировать до страшных глубин падения. Каждый ребенок — это большой вопрос. И что это будет, непонятно. Но это родившийся ребенок. А есть не родившиеся дети. В день Рождества Яна Притечи позвольте нам еще раз напомнить с вами о том, что наш народ обескровлен не только коллективизациями и революциями, не только войнами и эмиграциями, он обескровлен абортами. Более всех других кровопролитий кровь нашего народа пролилась реками и проливает до сегодняшнего дня при помощи убийства детей в том чреве, которое его зачало. Это дети. Вот представьте себе, что если бы евреи делали аборты, если бы, например, абортировали, Яна Притечу. Например, сейчас вот зачнет, например, женщина после 50-ти, например, перепугает, скажет, что это мне будет за позор, что за ужас такой, все будут с меня смеяться. И они с мужем пойдут тихонько и загладят плод своего чрева, понимаете, что нам уже стыдно рожать, скажут они. И конец ребенку. А ведь не знаем, кого убиваем. Мы же действительно лишены огромного количества смелых, мудрых, сильных, неповторимых, прекрасных людей. Вместо этого рождается непонятно что, и мы все чахлые, хилые, и вот такие вот, потому что за каждым ходят тени нерожденных братьев и сестер. И редко кто есть такой, за которым не ходит тень нерожденного брата и тень нерожденной сестры. Этот вакуум, ходящий за нами, отсасывает изнажизненные силы. Мы лишены многих сил и благословения, и благодати из-за того, что мы, мы все, всенародным грехом общим, коллективным, поубивали миллионы людей, до сегодняшнего дня продолжаем их убивать. И люди не понимают этого, и понимать не хотят. Святейший Патриарх недавно заикнулся о том, что несправедливо делать аборты из федеральных средств, из средств налогоплательщиков. Если согласен быть убийцей собственного ребенка, женщины или мужчины, то делай это за частные деньги, за частные накопления. И сколько поднялось вони в русском обществе на эти слова совершенно справедливые Святейшего Патриарха. Сколько опять началось такое, что церковь якобы лезет не в свое, и церковь занимается не тем, а ведь на самом деле говорятся очень важные вещи. Люди, которые грешат безбожно и бесстрашно, и бессовестно, и беспокаянно, достойны самых жестоких наказаний, и они их допросятся. Святейший Патриарх Павел, сербский, блаженной памяти, ныне усопший, надеемся, ликующий во славе Христа Спасителя, в Царстве Божьем говорил сербам, когда была битва за Косово, и когда был вопрос, заберут албанцы Косово или не заберут. Он говорил, что у нас есть такой грех, как аборты, говорил, дорогие серби, у нас есть такое злодейство, как убийство деток в очреве нерожденных, а у албанцев этого нет. Если албанская женщина рождает семь детей в жизни, а сербская женщина убивает, делает семь абортов, то Бог может решить, что земля Косово нужна албанцам больше, чем нам. Так и случилось. Сербы потеряли землю Косово. Многие из нас ропчут и бормочут и бурчат на то, что там полно киргизов, казахов, туркменов, таджиков и так далее. Да будет вам известно, что в этих народах аборты распространены в сотни раз меньше, чем в нашем. И если вы не хотите потерять свою землю, чтобы вас выгнали в шею из вашего дома, чтобы в наших русских городах жило 90% людей другой национальности, другого языка, другой культуры, а русские исчезли вообще, как будто их и не было, то имейте в виду, что аборты в этом деле играют очень не последнюю роль. Может быть, одну из самых главных. Вот мы празднуем Рождество ребенка. Вот только что священник говорит молитву. Христе, свете истины, просвещая и освещая всякого человека, грядущего в мир. Грядет в мир человек, тут ему раз и барьер на дороге, и выскорбили собакам в коридор. В медный тазик, а потом на мусор. И это происходит каждый день с молчаливого одобрения огромного общества людей, среди которых огромная масса крещеных людей. Ведь виноваты не только женщины, пошедшие, легшие в креслах. Виноват доктор, который без страха Божьего, чисто за деньги, потому что это его работа, совершает эти преступные операции, за которые хорошо бы в пюльму сажать на самом деле. Виноват мужчина, который зачинает ребенка с женщиной вместе, а потом не интересуется ее судьбой и в лучшем случае дает ей денег на аборт. Он тоже виноват. Виновата мама, которая говорит своей дочери-студентке, которая залетела бедняга где-нибудь, забеременела в городе, говорит, не смей рожать без мужа, закончу учебу, потом посмотрим, а пока что делай, что хочешь. Виноваты подруги и друзья, которые шепчут, да ладно, подумаешь, еще родишь потом. А потом уже не родишь, может быть. Да какая разница, уже кого ты родишь, если ты этого уже не родишь, может, такого второго не будет. Поэтому в день Рождества святого Иоанна Претечи я считаю нужным напомнить нам, что мы всенародно виноваты в смерти миллионов никакого зла не сделавших людей. Убийство на войне вовсе не такая страшная вещь в нравственном отношении по сравнению с абортом, потому что на войне вооруженный мужик убивает вооруженного мужика. Сильный человек убивает сильного человека. Там баш на баш, либо тебя, либо ты. А убийство ребенка во чреве – это самое беспрецепное, самое жестокое, самое не имеющее аналогов. Убийство похоже на жертвоприношения, такие, как раньше совершали языческие племена, жертву Молоху и другим богам, когда они сожигали, расчленяли и всячески иным способом убивали маленьких детей. Убийство маленьких детей – это непростимый грех, который тяготеет над нашим народом. И нам нужно всем при случае удерживать за руку идущую на аборт женщину, утешать ее добрыми словами, быть готовым помочь чем-то иным для того, чтобы отчаявшиеся, забеременевшие до брака или вне брака или без брака, как-то еще попавшие в беду эти бедные женщины, чтобы они не ложились на кресло и не раздвигали ноги под убийственный инструмент, чтобы они не были убийцами тех, кто в них зачался. Те, которые уже сделали это в своей жизни, а таких у нас миллионы, и так это легко делали, как будто зуб ходили рвать. Мы же знаем эти все истории, мы же знаем, мы же разговариваем с людьми, мы же выслушаем длиннейшие исповеди, мы же читаем книги, вслушаемся в то, что копошится на дне души человеческой. Многие так легко это делали, как будто зубы, зубы, некоторые зубы рвут со страхом, а на аборт иду как будто, значит, на какую-то легкую простую операцию, на прижигание бородавки. И это все очень большие нешутки, это очень большие нешутки, дорогие христиане, поэтому нужно, по крайней мере, озаботиться в совести своей, чтобы мы не исчезли. Нас очень мало. Для тех огромных пространств, которые занимает русский народ на карте мира, его очень мало. И раньше гривита, подумаешь, там бабы еще нарожают. Не нарожают больше. Бабы сегодняшние рожать не хотят. Они тебе 8, 10, 15 рожать не будут. Они не смогут, они слабые стали. И мужчины стали слабые, и женщины стали слабые. Поэтому людей ценить надо, людей беречь надо. Люди есть самое главное сокровище страны, самое главное сокровище церкви. И в Царстве Божьем Богу нужны кто? Каменные здания, золотые венцы, научные изобретения. Люди нужны Богу, в конце концов. Их нельзя убивать, их нужно беречь. Вот это такая беда мне приходит на голову, когда мы празднуем Рождество Господа Иисуса, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Претечи. Нам повезло, что мы родились. Потому что каждый из нас мог быть искром с железным инструментом, где-то там в глубине утробы той женщины, которая стала нашей матерью. А могла не стать, могла стать нашей убийцей. Это могло быть с каждым человеком, потому что слишком распространенная зараза. Эта зараза проклятая слишком распространенная. И мы слишком легко к ней относимся. А мы не должны легко к ней относиться. Мы должны ненавидеть эту вещь. И по крайней мере там, где не можем делом ее остановить, должны голосом ее останавливать. Это, собственно, мы и делаем сегодня. Святой Претеча, который так много может дать человеку, додаст нам разум спасения и додаст нашим людям, всем, и мужчинам, и женщинам, и тем, которым еще рожать, и тем, которым уже по возрасту не рожать. Чтобы все мы имели Божий страх и исполняли святые Христовые заповеди. Мир вам! Благословение Божие! С Богом по домам! Аминь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...